Здравствуйте! На ТНТ события дня. Меня зовут Екатерина Шабалова и я расскажу вам о самых важных и интересных новостях областной столицы. Сегодня в выпуске. Движение на перекрестке Чехова-Галкинская частично ограничат на трое суток из-за ремонта водопровода. Кольцевой перекресток на пересечении улиц Северная и Карла Маркса будут дорабатывать. Театрализованная игра «Казаки-разбойники» развернется в городе детство. Шаг, который поможет избежать впоследствии крупных прорывов. Большой участок магистрального трубопровода перекладывают коммунальщики на улице Чехова. Чтобы завершить работы на трое суток, необходимо отключить водоснабжение в окрестных домах. Краны в 90-многоэтажках областной столицы высохнут, начиная с 17 августа. Как идет подготовка к такому масштабному отключению и как будут обеспечивать водой жителей, расскажет Мария Кудрякова. Эта труба длиной порядка 60 метров и диаметром 600 миллиметров. Последний отрезок, который нужно уложить в земляную траншею на улице Чехова. Новые трубы соединяют в единую цепь и укладывают параллельно старой ветке магистрального трубопровода. Ее необходимо обновить на участке длиной более 300 метров от Засимовской до Галкинской. Этот отрезок – один из наиболее аварийных в городе. Участок очень аварийный на сегодняшний день на этом участке, который меняем 337 метров. На сегодняшний день статистику ведем с 2007 года, то есть ровно за 10 лет. Здесь произошло 23 аварии на водоводе. Это, в общем-то, и водовод серьезный, да, и аварии, естественно, их последствия тоже серьезные и крупные всегда. Смонтировать и запустить новый участок водовода нужно за трое суток – с вечера 17 по 20 августа. Это задача для подрядчика и пяти бригад водоканала. Уже сейчас на улице Галкинская ограничено движение. Кроме того, на период работ придется отключить водоснабжение в 92 домах. Квадрате улиц Пролетарская, Кирова, Мира, Путейская. Отключение затронет около полутора тысяч человек. С целью минимизации вот этого периода, отсутствия водоснабжения, максимально большой объем работы, он делается на функционирующем водопроводе. И только уже такие критически важные моменты, когда невозможно обойтись без отключения, там резко в существующий водопровод производится с отключением. В 22.00 17 августа вода исчезнет во всех домах, которые попали в зону отключения. В большинстве из них водоснабжение восстановят уже утром 19 августа. А вот 10 зданий в центре города останутся с сухими кранами до 8 вечера 20 августа. Обеспечивать жителей водой будут с помощью специальных цистерн водоканала. Машины будут подвозить ее по семи адресам. Пяти из них в районе, где водоснабжение отключено полностью, еще два, где снижено давление. Цистерны будут подъезжать также по запросам горожан, причем в круглосуточном режиме. В общей сложности пять автоцистерн будет находиться на линии для обеспечения привозной водой населения нашего города в момент отключения. Вода, поставляемая жителям, является той же водой, которую ежедневно мы используем в своих кранах. То есть вода – это очистные сооружения водопровода. Жители отключенных домов доставят не менее 4 тонн воды. Ими можно наполнить около 4000 ведер или 8000 пятилитровых бутылей. И все же Волокжанам советуют предварительно сделать запасы. Сообщить об этом забота ТСЖ и управляющих компаний. Водоснабжение полностью восстановят вечером 20 августа. В тот же день снова поедут автомобили по улице Галкинская. Чтобы выполнить все работы в срок, дорожники будут трудиться в круглосуточном режиме. После ремонта район города получит бесперебойное водоснабжение на переложенном участке водопровода и новое асфальтовое покрытие. Мария Кудрякова, Михаил Прищев, Михаил Протасов. События дня. Кольцо требует доработки. К такому выводу пришли городские власти, оценивая результаты работы по организации кругового движения на перекрестке Северной и Карла Маркса. Сегодня они выехали на место в утренний час пик и проверили, как действует новая схема. Движение стало более организованным, считают эксперты. Что еще предстоит сделать для максимального удобства Волокжан, узнавала наша съемочная группа. Водитель пропускает того, кто едет по кольцу, а затем сам въезжает на перекресток. Все по правилам, никакой суеты и нарушений. Такие перемены на перекрестке Северная и Карла Маркса были необходимы. Проезд с левым поворотом по Карла Маркса был очень затруднен, потому что движение по Северной значительно, она главная дорога. Соответственно, со второстепенной практически невозможно было бы ехать. На данный момент смотрим, анализируем, плюсы очевидны, что по Карла Маркса теперь возможно проехать. Кольцо в Заречье запустили в середине июля, но первоначальный вариант пришлось дорабатывать. Менять радиусы колец, смещать круг в сторону улицы Разина, исправлять разметку и устанавливать сигнальные столбики. Водители еще привыкают к новой схеме, но в целом понимают, решение верное. Намного удобнее. Раньше не выехать было с Карла Маркса, а сейчас более проще. Ну, только что на знаки никто не смотрит, едут как по привычке. Может, разметку более яркую сделать? Именно об этом говорили сегодня и городские власти в ходе выезда на обновленный перекресток. Разметку здесь действительно сделают более яркой, чтобы она бросалась в глаза автомобилистам. И это еще не все. Этот пешеходный переход однозначно мы будем относить на расстояние как раз, наверное, 4-5 машин. Есть еще некоторые моменты, которые необходимо поправить для того, чтобы все-таки улучшить движение на кольцевой развязке. Ну и первое из этих мероприятий – это все-таки смещение пешеходного перехода на улице Карла Маркса в сторону улицы Фрезеновской. Мы надеемся, в весенний период данное мероприятие выполнить. А в следующем году планируется расширение кольца. По словам властей, есть возможность сделать движение трехполосным, затратив при этом минимум сил и средств. Финальным аккордом станет клумба в центре перекрестка. Но все это после оценки эффективности новой системы. Сейчас сезон, конечно, непоказательный, потому что многие горожане в отпусках на каникулах и пешеходный и транспортный поток не самый максимальный. Поэтому окончательные выводы будут делаться в сентябре. Я ездил по этому перекрестку неоднократно. Ездить достаточно удобно. Было сомнение, что диаметр кольца небольшой на самом деле. Диаметр даже больше минимального ГОСТовского. По ГОСТу допускается 13 метров. Здесь нам удалось организовать движение по 16-метровому кольцу. Кроме того, этот перекресток – пример эффективного финансового решения. По словам мэра, организация кругового движения обошлась на порядок дешевле, чем установка светофоров. И в разы меньше, чем обустройство кольца на улице Конева. На тот объект из федерального бюджета выделено больше 100 миллионов рублей. А здесь городская казна потратила 100 тысяч. Также эксперты будут отслеживать статистику аварийности на кольце, чтобы сравнить с данными прошлых лет и принять окончательное решение. Что еще нужно сделать на этом участке, чтобы он был максимально удобен и для автомобилистов, и для пешеходов? Екатерина Шабалова, Михаил Прищев. События дня. В «Казаки-разбойники» и другие дворовые игры сыграют ребята на площадках города детства. Спорту и дворовым играм посвящена эта неделя городского проекта. На всех площадках ребята будут готовиться к сдаче норм ГТО, отжиматься, подтягиваться, бегать и прыгать. Участники успеют поиграть и в дворовые командные игры «Салки», «Прятки», «Лапту» и популярную игру 20 века «Казаки-разбойники». В августе многие ребята возвращаются из загородных лагерей и летнего отдыха. Поэтому с 21 числа город детства расширяет территорию. Откроются еще пять дополнительных площадок. Места их расположения – стадион «Локомотив», «Воркутинская-14Б», «Ленинградская-75», «Окружное шоссе-21А» и «Саладунова-4949А». Далее короткая реклама. Смотрите сразу после нее. До старта строительство нового хоккейного корта в селе Молочное осталось всего неделя. Бассейн «Динамо» принимает малышей в группы по плаванию. Это событие дня на ТНТ. Продолжаем выпуск. Через неделю начнется строительство будущего хоккейного корта в селе Молочное. Это настоящее событие для территории, где на 10 тысяч жителей и студентов приходится единственный спортивный объект, построенный почти 10 лет назад. Место и детали строительства нового корта с жителями обсудили городские власти. В каком месте предлагаем ее размещать? Вот около корта. Вот около корта, непосредственно, да? Непосредственно. Вот здесь, в правую сторону, например. Продолжение. Как бы в продолжение. И место, и детали строительства нового корта жители обсуждают вместе с главой города Юрием Сапожниковым. Спортплощадка – часть 8-миллионного подарка «Северсталик» юбилею Вологды. Появится здесь, в селе Молочное, у школы номер 6. По соседству с уже существующим кортом, построенным еще в 2008 году. Сейчас это единственный спортивный объект в селе, где вместе со студентами насчитывается почти 10 тысяч жителей. Поэтому еще одна универсальная спортплощадка – событие для всех. Выбрана для реализации спортивно-универсальная площадка размером 31 на 16. Она что из себя будет представлять? Какого примера? Что тут будет наполнение? Значит, это будет огражденная хоккейная площадка с пластиковыми бортами. Там будут установлены баскетбольные кольца, будут установлены волейбольные стойки для сетки волейбольной. Также четыре мачты электрические для освещения. Примерно через неделю строители приступят к подготовке основания. Для этого площадку почти в 500 квадратных метров выровняют и уложат асфальтовое покрытие. На это у компаний из Рыбинска, которая выиграла конкурс, будет неделя. К пятому сентября завезут оборудование, а к середине месяца завершится его монтаж. Бюджет – порядка полутора миллионов рублей. Ну, то есть, к концу сентября, можно сказать, объект должен быть завершен? Да, если погода позволит. На обслуживание новый корт примет шестая школа. Она и будет заниматься вопросами освещения, уборки снега и заливки льда. Добавим, вторая часть подарка компании «Северсталь» появится на улице Конева в областной столице к концу сентября. Это будет молодежная спортивная площадка для занятий уличными видами спорта и детский городок. Общая стоимость вложений металлургического гиганта в спортивные объекты «Вологды» – 8 миллионов рублей. Марина Березина, Михаил Протасов, События дня. Две тысячи малышей примет бассейн «Динамо» в различные группы. Стартовала запись на занятия по плаванию. Сегодня специалисты оформляли в группы малышей. 17 августа откроется запись для тех, кто уже умеет плавать и занимается не первый год, а в пятницу – 18 августа для новичков. Но это не значит, что запись ограничится этой неделей. Специалисты будут принимать детей до полного заполнения групп. Поэтому волокжанам не стоит беспокоиться по поводу нехватки мест. Сегодня, например, записались все желающие, и еще половина мест для малышей осталась свободной. Я думаю, что родителям не надо создавать какой-то ажиотаж и говорить о том, что занимать очередь в три часа ночи, в пять утра. У нас достаточно много групп в этом году. Набор пройдет спокойно. Мы постараемся записать всех детей. Даже если кто-то в сентябре месяце не попадет, либо не удастся им в эти дни, в период, то в течение всего учебного года мы набор продолжаем, мы дописываем детей. Пусть это будет не сентябрь, а октябрь месяц, но всех желающих мы в течение всего учебного года принимаем в группы по обучению плаванию. В этом году бассейн «Динамо» открывает 80 групп, в том числе 24 группы для самых маленьких – 5-6 лет. 28 групп для ребят первого года обучения плаванию и еще 24 группы для уже опытных пловцов. Впервые начнутся занятия для детей с нарушениями осанки. Они будут комбинированными. Полчаса в гимнастическом зале, 45 минут на воде. Добавим, в течение трех дней запись в группы плавания идет на стадионе «Динамо». Затем процесс переместится в бассейн. Уточнить информацию можно по телефону 75-35-01. Где в Вологде велись раскопки и что нашли археологи, отметили на интерактивной карте. Ее представили горожанам вологодские археологи. Презентацию проекта приурочили к своему профессиональному празднику – Дню археолога. На сайте Вологде реставрации волокжане могут познакомиться с материалами археологических работ, узнать, где велись раскопки и что интересного удалось обнаружить исследователям древностей. Сейчас на карте почти 30 участков. Они обозначены красным цветом. Если навести курсор на один из них, пользователь увидит полную информацию о раскопке с фотоматериалами и пояснениями. Так, самые первые раскопки состоялись в Вологде в 1947 году на улице Ударников. Тогда специалисты обнаружили кирпичную укладку XVI века. А последние раскопки прошли в этом году. Археологи работали на Пролетарской-1. Там найдены три постройки, датируемые концом XIV века. Собрана коллекция из ста индивидуальных находок. Наиболее интересные – три нательных креста, три перстня, ключ, душка и корпус цилиндрического замка. На этом у меня все. С вами была Екатерина Шабалова. Смотрите события дня на ТНТ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова